Сейчас на фронте, на ваше направление, в какой ситуации? У нас на фронте обстановка абсолютно подконтрольная. Пока нас не было, противник продвинулся на территорию России. Террористические, террористические ячейки, элементы туристических, экстремистских. И обращаясь к тем мужикам, которые чувствуют и все понимают. Ребята, время пришло. Подписывайте контракт, время защищать Родину. За Курск надо отомстить. Я мама солдата-срочника Аздорнина Даниила Дмитриевича, 2004 года рождения. Мне неизвестно, как он попал на границу с Суджи. В данный момент мой ребенок находится в плену. Опять же взять этих пленных, которые сдались без боя фактически. Война в стиле лакшери. Скажу, может быть, неприятную вещь для многих, тем более родителей этих парней, которые находятся в плену. Но их нельзя менять. Проявилось, спрос появился. Мы увеличили. Зашедшие фашистские формирования на территорию Суджи, что они делают? Они находят там детский дом. И вот в этом детском доме они сами селятся на первом этаже. Детей и преподавателей загоняют на второй этаже. На второй этаж из них делают для себя щит. Дайте сигарет, пожалуйста. Городку. Сюда еще как дошел? А? Сюда как дошел? Лазью, граблю. Как? Нарушение прав человека. Нарушение прав человека. И нарушение прав человека. Терроризм. Террористические преступления. Друзья, пока вооруженные силы Украины окружают новые территории и двигаются в новых направлениях на Курской области, срочников менять нельзя. Ведь они сдались без боя. Так работает российская пропаганда. И, возможно, такое решение принял Путин. Я считаю так, что это видео нужно показать всем, особенно этим матерям, которые отправляют своих детей воевать против Украины. Так цинично русские русских еще не бросали. Чекист Михаил Полынков, ближайший соратник террориста Стрелкова-Гиркина, призывает не обменивать 18-летних срочников, которые сдались в Курской области без боя. Друзья, в этом блоге мы посмотрим, что делает Путин, почему Путин сейчас ест яблоки, пьет чай, пока вооруженные силы Украины двигаются по Курской области. Уже более 92 населенных пункта под контролем ВСУ. 2000 или даже 3000 россиян сейчас в котле русских военных. А в этот момент Путин уехал из Москвы и ест яблоки. Друзья, я Дарья Счастливая, это мой YouTube-канал Даша Счастливая. Лайк, комментарий, подписка приветствуется. Вернемся к 300 тысячам. Друзья, давайте поддержите меня, пожалуйста, и напишите в комментариях географию просмотров, а также, что вы думаете о ситуации в целом. Итак, шокирующее заявление, которое он только что анонсировал, срочником менять нельзя, ведь они сдались без боя. Смотрим. Этих пленных, которые сдались без боя, фактически. Я просто тоже вчера видел наш укрепрайон, такой построенный, добротный, шикарный, можно сказать, война в стиле лакшери. Без вообще вида, что он как-то оборонялся. То есть они сдали его без боя. И сейчас украинская сторона использует их и на пленах, чтобы забрать всех своих последних азовцев, которые находятся у нас в плену. Да, не всех, но Медведчука обменяли. Они еще есть там. Скажу, может быть, неприятную вещь для многих, тем более родителей этих парней, которые находятся в плену. Но их нельзя менять. Нельзя, потому что они сдались без боя. Да, сейчас кто-то может меня там упрекнуть, там, диванный воин, там, как ты можешь так говорить, окажись на их месте. Я мог оказаться на их месте. Вот на самом деле, как бы, я могу об этом говорить. Друзья, мне кажется, лучше, чтобы вы это прокомментировали меня внизу, в комментариях. Я оставлю это сейчас без реакций. Также Соловьев считает, что в бой идут однесрочники. Причем у него есть двое взрослых сыновей, которые сейчас живут в Великобритании, в этом загнивающем Западе. Слушаем, друзья. И вот мама срочника, который сейчас находится в плену, она сделала свое видеообращение в надежде, что Владимир Владимирович Путин его услышит. Он услышал и сделал выводы. Срочников менять не будут. Это же не Красиков тебе. Здравствуйте. Я мама солдата-срочника Аздранина Даниила Дмитриевича, 2004 года рождения. Он служил в армии и мне неизвестно, как он попал на границу с Суджи. В данный момент мой ребенок находится в плену. Ему 19 лет. Мы ждем его здесь, любим и очень надеемся на то, что вы увидите это видео и обязательно примете какое-либо решение. Там находится не только мой ребенок, там находятся еще детки других родителей, которые тоже ждут их, любят. Я вас прошу, пожалуйста, сделайте все возможное, обменяйте наших детей на ребят с Азова. Мы очень любим своих детей и не хотим, чтобы с ними что-то случилось. Они ни в чем не виноваты. Они ни в чем не виноваты. Они просто напали на другую землю. Они напали на территорию Украины. Они убивали. Они действительно... Видите, вот после этого еще она считает, что они ни в чем не виноваты. Сынок, Дань, мама тебя ждет и очень любит. Ну, уже, как говорится, Дане все-все ответили. Все, да не все, друзья. Аптил Лаудинов считает, что, в принципе, только срочники должны уйти. А другие считают, что и срочников не надо никоим образом обменивать ни на кого. Смотрим заявление Лаудинова. Вы знаете, вот я в последний период наблюдаю такую картину. Слипы, всплески по поводу того, что срочники вообще не должны воевать. И вообще, почему они даже находятся даже в Курской области. Ну, на этот вопрос я бы ответил так. Друзья, а если ваши дети, 18-летние, уже находящиеся в Министерстве обороны, они являются служащими, не должны защищать свое отечество даже тогда, когда на него напал противник, и когда он находится на нашей территории, у меня вообще встает к вам один вопрос. А зачем вы и ваши дети нужны этой стране? Друзья, тут небольшая пауза. Это, в принципе, и есть ответ этой женщины, которая очень любит своего мальчика, который ни в чем не виноват. Да, вы понимаете, что-то я хочу сказать, но мы же слушаем дальше, это еще не конец. Мне это очень странно, когда вы задаете такое количество вопросов по этому поводу. Как так может быть? Я реально вас не понимаю. Да, я понимаю, если вы говорите, что вот там у вас контракты, а у наших детей там зарплата, там маленькие, там еще что-то. Они могут запросто подписать контракт и пойти служить, как и другие. У меня в спецназе Ахмад очень большой процент ребят возраста 18-19-20 лет. И это герои, реально герои, которыми я горжусь. И сражаются, как мужчины. Не надо из 18-летних срочников мужчин делать детей, которые мы должны нам дать соску и отправить его спать. Это такой же защитник отечества, как и мы. Он должен это осознавать. Его надо к этому готовить. Не надо его готовить к тому, что он вообще не должен быть нигде, не должен принимать участие ни в чем, и он должен просто прийти, бесплатно поесть хлеб государства, поносить одежду, которую ему будет давать государство, и потом пойти домой и рассказывать о том, что он служил. Да, я понимаю, что верховный главнокомандующий принял решение для того, чтобы они не служили нигде. Друзья, пока вооруженные силы Украины в котле, в Курской области могут оказаться до 3000 солдат вооруженные силы Российской Федерации, Путин выехал из Курской области, точнее, в нее не въезжал, он сбежал подальше. Курская операция длится уже две недели, но глава Кремля не спешит туда ехать, делая вид, что все под контролем. Последние два дня Путин провел в Баку, сегодня диктатор впервые за пять лет приехал в Кабардино-Балкарию, там он, как ни в чем не бывало, нюхает яблоки, вы сейчас посмотрите, и разглядывает конфеты без сахара, совершенно не думая о 3000 солдат вооруженных силы Российской Федерации, которые могут оказаться в котле. И это, друзья, с вами вот этот слайд, который я подготовила. Груши вместо Курска. Путин за неделю ничего не сказал о наступлении в СУ, зато съездил в Баку, осмотрел сады в КБР и впервые после теракта посетил Беслан. Как Кремль делает вид, что в Курской области не происходит ничего серьезного? Давайте мы посмотрим все эти видео сейчас без комментариев, друзья. У кого сахарный диабет, да, вот это вот конфеты без сахара. Натуральное пюре. Все, яблочное. Да, яблочное. Здесь 200 граммов было. Вот так раз не пустить в пакетик. Сейчас, например, лучше, чем жевать. Конечно, врачи говорят, надо детям кушать, афтарий ставить. Ну, выйдет 2 килограммов, выйдет 800 граммов. Есть ли у нас футболь-программов? Друзья, вы не покупаете? Спрос вернулся, и мы увеличили сады до 200 гектаров. Друзья, вот график президента, какой он был за то время, пока вооруженные силы Украины контролируют Курскую область. Итак, 13 августа Путин встретился с главой палестинской автономии. Далее, 14 августа Путин встретился с Рио главой Калининградской области Алексеем Беспрозваным. 15 августа Путин поговорил с президентом Узбекистана Шавкатом Мерзиевым. 16 августа Путин провел еженедельное заседание Совбеза. 17 августа Путин исчез. ГосМИ и пресс-служба Кремля ничего не сообщают о его заявлениях. 18 августа Путин прилетел в Баку. Зима он отправился в домашнюю резиденцию президента Азербайджана, где в полутьме поужинал с Алиевым, его супругой, вице-президентом. 19 августа Путин провел переговоры с Алиевым. Вот, кстати, весь график мы подготовили. Президент Азербайджана прокатал Калиеву на немецком автомобиле «Мерседес» по центральным улицам Баку. Ну а 20 августа Путин привел в Кабардино-Балкарию, там он смотрел грушевые сады, вы это видели, и продукцию местного агрохолдинга. Затем посетил сетинский город Беслан, который в этом году отмечает 20-летие самого страшного теракта в истории России. За 20 лет президент приехал впервые и нашел впервые время туда заехать. И в этот момент, друзья, в котле Курской области могут оказаться до 3000 солдат вооруженной силы Российской Федерации. Об этом сообщает Бильд. Уничтожение трех мостов через реку Сеем, вот об этом мы сейчас говорим, вот конкретно эти три моста, стало сильным ударом по логистике группировки российских войск, которые остаются между рекой и украинской границей. Россия экстренно строит понтонные приправы, но и те живут недолго, как это было в районе Курского-Глушкова. Аналитик Бильд Юлиан Рюбки сообщает, что внутри котла сегодня до 3000 российских солдат. Украинские силы продолжают продвигаться, и до закрытия котла осталось 5 километров. Теперь у Сеем есть два варианта, друзья. Или оборонять эту территорию, или отступить. С учетом уничтожения мостов, мы с вами в прошлых блогах на моем YouTube-канале показывали все эти уничтожения, оба варианта фатальны, поскольку снабжать группировку, оставшуюся в котле, можно только лодками или по понтонам. Отступать также придется вплавь, без техники. И по этому поводу пропагандисты уже воют. Здесь звучали на протяжении не только месяцев, но и нескольких лет возгласы и заявления о том, что вот придет новое правительство в той или иной стране, они прекратят помощь Украине, или украинские солдаты просто закончатся, и мы победим таким образом. Это мы все слышали много раз, и мы видим реальную ситуацию на фронте. Она не настолько оптимистичная. И вот даже в этом сюжете у нас было сегодня, что они в агонии. Они, к сожалению, не в агонии. Это очевидно. Они наступают. У нас сейчас 3000, наверное, да? 3000 километров граница с недружественными странами. И всего лишь под 150 миллионов населения. Исходя из этого, мы хорошо понимаем, что вот взять и жестко закрыть границу, как хотелось, у нас просто населения не хватит. Немцы в этом плане тоже счастливы. Они счастливы! Ну, я не знаю, как у вас, а у меня реакция только одна. Ну, придется стереть с лица земли всю военную машину немецко-фашистской гадины. Вообще, европейской твари. Ну, просто не надо тешить себя иллюзией. Не должно быть у нас в стране никакой партии мира, никаких попыток договориться. То есть, все. И когда в новых исторических реалиях новый российский контингент будет стоять в Берлине, в Париже, чего не было с 1800-го-го какого года. И в прочих городах Европы никто никогда больше его оттуда выводить не должен. Они вообще нас не понимают. Но я считаю, что мы должны снять всяческие ограничения и нанести удары по центрам принятия решений. И это не только Киев. Террористическая террористов. Террористические ячейки элементов террористических, экстремистских, кипертерроризм, преступлений. И терроризировали преступления, и терроризировались террористической структурой интерактами. И терроризм—это терроризм, это террористический гадон Украины, терроризм, терроризм террористическим нападением. Друзья, как говорится, тут ты с песней слов не выкинешь. В завершении этого блога я покажу вам, как Аптилл Удинов рассказывает, что все прекрасно, все хорошо, что пока их не было, в СУ захватили все. И это нормально. Друзья, прошу вас поставить лайк этому видео. Мы делаем разбор кремлевской пропаганды дважды в день. Подпишитесь на мой YouTube-канал. Даже счастливые, у нас должно быть 300 тысяч. Мы уже дверимся к этому. Будьте с нами. Поддержите мой YouTube-канал, мой контент. Поставьте лайк этому видео. Пишите в комментарии географию просмотров и несколько теплых слов в поддержку Украины. Посмотрите мое блестящее интервью с известной журналисткой Олесей Бацман. Оно выходит и мое интервью с племянницей Андрея Белоусова. Это действительно эксклюзив, которая сказала очень много интересного. И про ДНК, тест ДНК, которую семья Белоусова сдавала. И про то, готова ли она встретиться лично со своим дядей, министром обороны Российской Федерации Андреем Белоусовым. Я, Дарья, счастливо прощаюсь с вами. Ну а Аптила Удинова в этом блоге много не бывает. Смотрим очередной шок-контент. Сейчас на фронте, на ваше направление, в какой ситуации? У нас на фронте обстановка абсолютно подконтрольная. Пока нас не было, противник продвинулся на территорию России. С момента, как Ахмат прибыл на этот участок, мы его полностью остановили. Мы остановили полностью продвижение противника и сейчас уничтожаем его уже в рамках этого изоляционного круга. Ну, раньше пишут российские газеты и телеграммы, пишут, говорят, когда начинают шу-жен направление, чеченские войска выбрали свои позиции. Нет, это неправда, потому что чеченских войск здесь почти не было. Здесь было очень мало чеченских подразделений и там, где они находились, они до сих пор эти позиции держат. О том, что чеченские силы кого-то пропустили, писали только цепсошные каналы и те каналы, которые в России тоже являются проукраинскими. Говорят, у вас есть плен? Очень много пленных. Нет, это ваши чеченские пленные собрали, украинские. А, ну это вот получилось, на участке, о котором я говорю, получилось, что не очень много пленных. Пять пленных получилось у них, что они взяли.